Референдум уже в воскресенье. Помимо участков для голосования, важно подготовить и тех, кто будет следить за ходом важнейшего в жизни страны события. Речь о наблюдателях. Добровольную миссию в нашем регионе готовы принять многие. Для их обучения в Приуралье приехали представители столичного общественного фонда. Все подробности далее. Волеизъявление народа в очередной раз будет под пристальным взором наблюдателей. Некоторые в этой роли не в первый раз. Например, часть проходящих обучения уже участвовала во многих политических кампаниях. И они делятся опытом с молодыми наблюдателями. В мониторинге участвует много молодых людей. Разного возраста люди есть. И им нужно дать правильную установку, какие-то знания, как они должны вести себя. Вот это вот, что говорить, что смотреть. Потому что, все-таки, я считаю, это необычный референдум. И здесь нужно знать все инструменты, какими должны участники мониторинга пользоваться. Для обучения приехали представители столичного общественного фонда Ельдаоса. Они отмечают большой активность среди приуральцев стать наблюдателями на грядущем референдуме. Уральск – один из самых активных городов, которые у нас изъявили желание стать наблюдателями. В Уральске мы уже зарегистрировали больше 60 человек, которые впоследствии еще будем обучать. Также у нас Павлодар, Семипалатинск, Кустанай, Петропавловск. В этих городах самое большое количество наблюдателей. В Шангар-Лаусском районе отмечается большая активность перед референдумом. Сверяются списки тех, кто может принять в нем участие, готовятся участки. Важно довести до жителей основную миссию – прийти и отдать свой голос. На сегодняшний день продолжается работа по обучению членов участковых комиссий референдума. Запланировано проведение расширенного заседания Шангар-Лаусской районной комиссии референдума с участием правоохранительного блока, где обсудим вопрос соблюдения законности и обеспечения общественного порядка в день проведения референдума. Между тем, напомним, что референдум в стране пройдет 6 октября. Всю информацию о нем можно узнать по номеру колл-центра 109. Алексей Кочемасов, Асламбек Саламатов, Евгения Потапова, Кинжибек Салыхов, Агжаик Акпарат.